Уважаемые коллеги, актуальность данной проблемы характеризуется тем, что практически 80% пациентов с различными опухолями рано или поздно страдают поражением позвоночника. В структуре даже ортопедической заболеваемости, общее ортопедическое, метастатическое поражение позвоночника занимает второе место после остеопороза. В структуре опухолевого поражения позвоночника метастатическое поражение занимает первое лидирующее место, это 96% от всей опухолевой патологии позвоночника. Встречаемость метастатического поражения, я как говорил, уже это наиболее распространенное, практически 80% пациентов страдают метастазами в позвоночнике с различными проявлениями в виде компрессионного или болевого синдрома. Наиболее часто при анализе различных данных, различной литературы, наиболее часто встречается рак предстательной железы, рак молочной железы, рак лёгкого, рак почки и меланома. Эти нозологи, как правило, наиболее часто дают поражение, метастатическое поражение позвоночника. Также исследования представлены, были те же данные, что рак лёгкого, рак почки, меланома и гемобластозы. При гемобластозах, по данным различных авторов, поражение позвоночника остеодеструктивное около 80% также. При анализе локализации поражения 70% приходится на грудной отдел позвоночника, в 20% поражается поясничный и около 8% приходится на шейный отдел позвоночника. Актуальность проблемы, как я уже говорил, обусловлена тем, что у практически всех пациентов с метастатическим поражением позвоночника рано или поздно появляется болевой синдром, который, как правило, предшествует развитию компрессионного синдрома. Для пациентов с метастатическим поражением позвоночника существует определенный спектр типовых хирургических вмешательств. Это, если идти от радикальных, как вертебректомии, спускаясь вниз до консервативного лечения. Сейчас я поподробнее остановлюсь на каждом из типовых операций. Удаление заднего опорного комплекса, так называемой декомпрессивной ляминоктомии, с последующими разнообразными транспертикулярными или крючковыми фиксациями. Данный тип операции наиболее распространен в связи с тем, что онкологические пациенты, диссеминированные с метастазами в позвоночнике, не во всех случаях требуют тотального удаления позвонка. То есть данная операция будет показана при развитии компрессионного синдрома за счет мягкотканного гнекостного компонента или же при развитии компрессионного синдрома при патологических переломах позвонков. Представлены наиболее часто применимые варианты после фиксации крючковая и транспертикулярная. Удаление переднего комплекса связано, как правило, с поражением тела позвонка, с патологическим переломом, с передней компрессией спинного мозга. Характеризуется удалением тела, последующим замещением дефекта тела позвонка, эндопротезами различных модификаций. Наиболее радикальной будет являться операция спондилоэктомия, вертопроэктомия. Операция будет заключаться в удалении как переднего, так и заднего опорных комплексов. Это радикальная операция N-блок и характеризуется уже последующей сложной фиксацией, комбинированная стабилизация, сзади установлена транспертикулярная фиксирующая система и дефект тела позвонков замещен эндопротезом. Также для пациентов с метастатическим поражением возможно использование таких малоинвазивных методов, как вертопропластика, чрезкожная или кифопластика. Отличие кифопластики будет заключаться в введении, так называемое, стентирование тела позвонка, введение стенда раздвижного, который при разведении может исправить кифотическую деформацию. Примеры чрезкожной кифопластики. Литический очаг в теле позвонка, введен уже в стенд, стенд-раздвижный, исправлен кифотической деформацией. Многим пациентам в связи с диссеминацией опухолевого процесса хирургическое лечение в том или ином объеме не показано. Однако эти пациенты составляют большую группу и основная жалоба у данной группы будет на болевой синдром. Данным пациентам возможно выполнение так называемого нейролизиса, то есть селективной блокады под контролем компьютерной томографии. Непосредственно к корешку с уровня, который идет болевой синдром, подводится игла, и через иглу вводится смесь анестетика или спирта с контрастным веществом, дабы избежать попадения в позвоночный канал. Какие же основные клинические показания для выполнения хирургического лечения у пациентов с метастатическим поражением позвоночника? Это, безусловно, будет болевой синдром, развитие неврологического дефицита или же нестабильность, связанная с патологическим переломом позвонка. Критерии оценки, так как пациенты с множественными метастазами в позвонке, это разнообразная группа пациентов, требуется какая-то единая система оценки и организации пациентов в группы. Так, болевой синдром, качество жизни, неврологический статус оценивается по всем известным шкалам. Это Лоткинс, Карновский, Френкель. Также существуют специализированные прогностические пальные системы оценки объема оперативного вмешательства в зависимости от ожидаемой продолжительности жизни. Сейчас я на этих шкалах остановлюсь поподробнее. Данные шкалы основаны на определении продолжительности жизни и объема хирургического лечения. В основе этих шкал лежит морфология первичной опухоли, степень висцеральной и костной диссеминации, без метастатический промежуток и общее состояние пациента, неврологический статус. Основные шкалы для определения продолжительности жизни и объема хирургического лечения это всем известные шкалы Томита и Токухаши. Данные шкалы были предложены еще в 97-95 годах. И в этих шкалах они долгое время являлись стандартом для выбора хирургического лечения, для объема хирургического лечения. Однако в настоящий момент в связи с развитием химиотерапии, лучевой терапии, в связи с увеличением продолжительности жизни пациентов, с новыми возможностями лечения, данные шкалы считаются устаревшими. Но, тем не менее, в большинстве клиник являются стандартом для определения объема хирургического лечения. Более модифицированной шкалой явилась шкала Бауэра. Она упрощенная. Также пациенты оцениваются по первичной опухоли, степени диссеминации и наличию патологических переломов. Помимо баллов, пациентам предложен наиболее оптимальный доступ передней, задней или комбинированной и объем хирургического лечения. Однако в данной шкале тоже не учитываются такие показатели, как неврологический дефицит, особенности поведения опухоли, особенности морфологии, особенности ответа на лечение, возможность радио- или химио-лучевой чувствительности. Данная шкала является достаточно упрощенной и в настоящее время, мы считаем, не подходит для стратификации пациентов и определения их дальнейшего прогноза и объема хирургического лечения. Основные клиники стараются, например, вот эта прогностическая шкала клиники М.Д. Андерсон, алгоритм обследования пациента и выбора объема хирургического лечения. Шкала достаточно сложная, но тем не менее, изыскания в этом пути идут во всех клиниках, но до сих пор нет какой-то одной единой шкалы, которая отвечала бы на вопрос, кого, в каком объеме оперировать. Из всей группы пациентов с метастатическим поражением позвоночника для всей этой группы нельзя выявить какие-то определенные факторы, которые бы встречались у всех и, объединив их в одну шкалу, сделать единую шкалу для оценки всех пациентов. Если кратко останавливаться по нозологиям, то, например, рак легкого, по нашим данным, по нашему опыту, нет смысла выполнять какие-то объемные хирургические лечения в связи с малой ожидаемой продолжительностью жизни. В каждой группе выделены определенные факторы прогноза, но, даже учитывая эти факторы, даже учитывая в настоящий момент развитие химиотерапии рака легкого, мы останавливаемся на выборе лечения в объеме малоинвазивных хирургических вмешательств. На примере представлены вертуропластика, когда после выполнения, которое значительно снижено интенсивность болевого синдрома, пациент продолжил получать химиотерапию. Однако в нашем исследовании все пациенты с диагнозом метастатический рак при ухо-осправлении позвоночника не прожили больше 6-8 месяцев, в связи с чем мы не выполняли им открытые большие хирургические вмешательства. Рак почки является наиболее интересной и разносторонней группой в связи с тем, что благодаря особенности течения заболевания у разных пациентов, благодаря возможности отдаленного метастазирования после выполнения нефроэктомий, возможности в 30%, по мнению разным авторам, до 30% солитарных метастазов. При этом удаление солитарных метастазов достоверно улучшает продолжительность жизни. Поэтому для данной группы пациентов были сформированы свои собственные критерии, так называемые критерии фактора прогноза по МОДЗУРу. Критерии были сформированы в МД Андерсон центре. Учитывается общее состояние больного, степень анемии, гиперкальцемия, что характерно для множественного поражения позвонков, позвоночника и костей скелет в целом. Также учитывается такой фактор, как безметастатический промежуток. В наших исследованиях было достоверно замечено, что при безметастатическом промежутке менее одного года продолжительность жизни у пациентов не превышала года. Данные пациенты сразу входили в группу неблагоприятного прогноза. Также у данных пациентов оценивается уровень ЛДГ, повышение которого характерно для множественного метастатического процесса. Клинические примеры... Извиняюсь, предыдущий слайд. Хотелось бы остановиться на клинических примерах хирургического лечения, объема выполненного хирургического лечения для пациентов с метастатическим поражением позвоночника при раке почки. Так вы видите пациента с метастазом рака почки в тело или 4 позвонка, с компрессией, с компрессионным переломом, с клиникой болевого синдрома. Но при дообследовании у пациента выявлено множество метастазов. В других костерских лет метастазы в легких. Учитывая клинику компрессии, учитывая нечувствительность данной опухоли и к лучевой терапии, данному пациенту было выполнено хирургическое лечение в объеме декомпрессивной ляминоэктомии с последующей транспедикулярной фиксацией. Другой пример – это пациент с солитарным метастазом рака почки в тело или 3 позвонка. Учитывая продолжительность жизни пациента более одного года, пациенту выполнена операция в объеме корпоректомии L3 позвонка с замещением дефекта эндопротезом, с комбинированной стабилизацией, с транспедикулярной фиксацией. Как вы видели на видео, пациент вертикализирует полный уровень амбулаторной активности, что позволяет провести раннюю активизацию. Дальше пациент получал таргетную иммунную терапию. Продолжительность жизни этого пациента составила, если не ошибаюсь, 26 месяцев. Другой пример – солитарный единственный метастаз рака почки в тело L4 позвонка. При обследовании у пациента не было других проявлений заболевания и продолжительный безметастатический промежуток был около 4 лет. Пациенту, учитывая единственный очаг проявления заболевания метастатического поражения, выполнена радикальная операция в объеме спондилокомии L4 позвонка с замещением дефекта эндопротезом, с комбинированной стабилизацией. Как вы видели на видео, пациент активизирован в раннем послеоперационном периоде без признаков нейрологического дефицита, что позволило начать в раннем послеоперационном периоде уже с лечения специализированное. Мы наблюдали за этим пациентом в течение 34 месяцев, потом пациент скончался от прогрессирования заболевания. Есть еще огромная группа пациентов, так называемое бессимптомное метастатическое поражение позвонков. Как правило, это множественные метастазы в позвонках, которые на момент обнаруживания не дают клинике симптоматики. Однако стоит вопрос, что же делать с такими пациентами. Тактика разная от наблюдения до выполнения лечения. Наше мнение такое, что всем пациентам с очагами литической деструкции в позвонках, даже бессимптомных, следует пополнять чрезкожную вертопропластику с целью предупредить риск возможного последующего патологического перелома. Дальше хотел бы остановиться на так называемой группе это радиочувствительные опухоли, рак предстательной железы и рак молочной железы. Но при раке предстательной железы я не буду останавливаться на перечне возможных операций, связанных с декомпрессивными лейноэктомиями вертопропластиками. Просто покажу один пример. Это пациент с множественными метастазами в позвоночнике, метастазы ракопростаты, с клиникой параплегии в течение 7 дней, но пациента не стали оперировать. На фоне проведения максимально андрогенной блокады и проведения лучевой терапии у пациента отмечен полный регресс болевого синдрома и симптоматики. То есть в данном случае не потребовалось выполнение какой-либо хирургического лечения. Что еще раз говорит, что выбор, кого оперировать и в каком объеме, это очень тщательный шаг, который можно принять только учитывая все особенности опухолевого процесса. Рак молочной железы – это наиболее богатая разносторонняя структура пациентов в связи с тем, что в настоящий момент достигнуты определенные высокие успехи в лечении метастатического рака молочной железы, что дает нам шанс наблюдать за этими пациентами и проводить им весь спектр возможных хирургических вмешательств в связи с достаточно большой ожидаемой продолжительностью жизни. Спектр хирургического лечения метастатического рака молочной железы с поражением позвоночника насчитывает множество, начиная от чрезкожных вертеропластик. В данном случае у пациентки болевой синдром в связи с метастатическим поражением позвонка выполнены в вертеропластике. Болевой синдром купирован, а пациентка получила лучевую терапию на область поясничного отдела позвоночника. Далее отмечен полный регресс болевого синдрома. Пациентка получала лечение, проходила контрольное обследование без признаков прогрессирования и местного рецидива. Однако не всегда удается, выполнив вертеровую пластику, достигнуть локальный контроль над опухолевым поражением позвонка. В данном случае мы видим компрессию за счет мягкоткановых компонентов спереди, поэтому данные пациентки в выполнении чрезкожной вертеровой пластики не может быть осуществлено в связи с компрессионным синдромом неврологического дефицита. В данном случае выполнена декомпрессивная ламиноэктомия, установлена трансфедикулярная фиксирующая система, и уже следующим этапом, вторым этапом выполнена вертеропластика, вот этого очаголитической деструкции в теле позвонка. Очень часто в клинику обращаются пациенты с многоуровневым поражением позвоночника при раке молочной железы. Наиболее часто мы видим такую картину при раке молочной железе. Всегда встает вопрос, что же делать. Тотальное поражение практически всех позвонков. Болевой синдром. Наш ответ в таких ситуациях будет показано малоинвазивно. Это выполнение многоуровневой чрезкожной вертеропластики практически в каждом позвонке. Вы видите, мы вводили костный цемент. Достигнута стабилизация, достигнут регресс болевого синдрома. Пациентка свободно в амбулаторном режиме получала лечение. И суммирую мои слова, что бы хотелось сказать, что ряд опухолей, таких как молочная железа, рак предстательной железы, которые наиболее часто дают метазу, вторичное поражение позвоночника, опухоли чувствительные к лучевой терапии, для них существуют определенные показания к выполнению хирургического лечения. Эти показания будут связаны с быстрым нарастанием неврологического дефицита, когда возможность лучевой терапии, эффект не успеет просто развиться в связи с острой компрессией, или же компрессионный синдром, связанный за счет патологического перелома позвонка и компрессии спинного мозга или элементов спинного мозга, корешков, за счет костного отломка. Естественно, консервативные методы лечения не помогут в этой ситуации. И, как еще одно из показаний, это отсутствие эффекта от какого-либо консервативного лечения, от лучевой терапии. В настоящее время проходит достаточно бурный технический рост оснащения хирургов, и в нашем распоряжении появились такие методы, как использование метода компьютерной навигации, использование робототехники для осуществления хирургического лечения. В настоящее время стандартом выполнения всех хирургических вмешательств, связанных с резекцией или введением установки имплантов, является контроль за счет системы компьютерной навигации. То есть нам удалось полностью отказаться от стандартных рентгенологических методов контроля установки имплантов, что снизило риск лучевой нагрузки как на операционную бригаду, так и на пациентах, и повысило, самое главное, повысило качество устанавливаемых, точность установленных имплантов. В нашем распоряжении также имелось на определенный срок так называемая робототехника. Этот прибор называется Spine Assist. Цель этого прибора — выполнение трансветикулярной фиксации. То есть он нам задает направление для проведения винта. И хотелось бы отметить, что не всегда выполнение даже стандартных методик, как вертуропластика, возможно под контролем компьютерной томографии. Вот данный пример хорошо иллюстрирует эту ситуацию. Это метастаз меланомы в тело С5 позвонка с выраженным болевым синдромом. Учитывая, что диагноз множественной метастазы меланомы в кости и лимфатические узлы, в данной пациентке не показано какое-либо декомпрессивное вмешательство с стентированием тела. Однако в связи с болевым синдромом пациентке показано выполнение чрезхожной вертуропластики. Мы пытались сделать данную процедуру под контролем компьютерной томографии. Однако из-за выраженных болей нам пришлось отказаться от процедуры. Поэтому следующим этапом под контролем компьютерной навигации в условиях наркоза мы выполнили введение иглы в тело позвонка и введение цемента под контролем рентгена. Вы видите, что адекватный цемент распределился в области очаголитической деструкции без какого-то экстравертебрального попадания, без клиники давления, хотя шейный отдел позвоночника всегда наиболее сложный в плане выполнения любых видов хирургических вмешательств. Следующее такое новое наше слово, что у нас активно развивается, активно мы делаем, это так называемое выполнение чрезхожных транспедикулярных фиксаций. Данная процедура показана пациентам при клинике нестабильности, клинике патологических переломов. Однако здесь нет как общепринятых разрезов, достаточно больших, травматичных. Транспедикулярные винты устанавливаются через, в зависимости от количества винтов, через 2-сантиметровые разрезы и проводники, что дает нам возможность, сейчас видео запустится, что дает нам возможность уже на 2-3 сутки активизировать пациентов. Вот пациентка на 3-е сутки в полном объеме амбулаторной активности уже передвигается сама по коридору, и где-то на 5-6 сутки, что очень важно, дает возможность начала химио-лучевого лечения. И в заключении хотелось бы сказать, что ортопедическая поддержка и хирургическое лечение пациентов с метастатическим поражением позвоночника в настоящий момент является неотъемлемой частью комплексного лечения, направленной на улучшение качества жизни и продолжительности жизни пациентов. Но хотелось бы отметить, что в настоящий момент нет единых алгоритмов определения объема хирургического лечения для отдельных нозологий. Так, в нашем российском онкологическом научном центре проводится сейчас активная работа поиск шкалы и факторов для определения объема хирургического лечения у пациентов с метастатическим поражением при раке почки, при молочной железе, при меломной болезни. Данное направление является очень перспективным, потому что в настоящий момент хирургическое лечение должно быть более индивидуализировано. Применение стандартных прогностических шкал не отражает возможности в настоящий момент расчета ожидаемой продолжительности жизни. Поэтому эти работы интересны, эти работы ведутся. Все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Какие вопросы у вас? Скажите, ваши конструкции из каких металлов, если это металлы, то нет ли наведенной... Это титановые сплавы. Они дают возможность проведения лучевой терапии, выполнения МРТ-исследований, если вы об этом... Да, есть незначительное наведение при выполнении МРТ-исследований, но однако в настоящий момент они могут быть погашены за счет режимов. На проведение лучевой терапии никак не является противопоказанием. Еще вопросы? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok